всем привет сегодня удачный день хорошая погода и по этому поводу хочу показать немножечко зимы в мадриде хочу сказать что в принципе климат и особенно климат зимой это то пожалуй за что я больше всего люблю испанию и это то же самое что мне больше всего нравилось в чили климат каждый раз после обеда я хожу в парк рядом с класса кости недалеко от моей работы и в принципе мне очень нравится ходить в парк отдохнуть здесь очень зелено много разных деревьев подписано какие деревья какие какие кустарники и небольшие круги сделаны с водой знаю может быть в этом здесь даже есть какие-нибудь утки или рыбки надо будет посмотреть люди отдыхают кстати сейчас мадриде плюс 17 если яху погода меня не обманывает то плюс 17 ну и по ощущениям действительно достаточно тепла такие вот аллейки к сожалению с многих деревьев листья уже облетели но летом здесь очень красиво не только летом когда листья есть на деревьях здесь же недалеко находятся два таких наклониках небоскреба если честно у меня всегда подобное строение вызывали небольшое недоумение но как говорится на вкус и цвет люди сидят на лавочках читают газеты книги все периодически я здесь тоже присаживаюсь на лавочку и читаю книги с телефона в обед очень расслабляет позволяет отвлечься от работ да насчет рыбы я явно погорячился так как пруд прудом можно назвать трудом он очень глубокий но в целом ничего симпатичных как можете видеть несмотря на то что сейчас уже середина декабря 15 декабря все равно очень много зеленых деревьев кустов ну и конечно зеленая трава что не может не радовать люди приходят сюда выгулять собачку также есть вот такая вот непонятная конструкция с водой естественно все время мне было интересно зачем так сделано но к сожалению пройти туда не как даже походить по этим мостиком не как потому что как утверждает табличка существует риск упасть я честно не знаю куда здесь можно упасть и что от этого может быть так как эти лужицы очень неглубокие разве что ботинки промочишь ну вот заботиться о нас смотрители парка и повесили по этому поводу такую вот цепочку с каждой стороны так что не пройти к сожалению ну а с этой стороны было то что я очень хотел показать пока здесь все были цветы но к сожалению сейчас все цветы все кустики аккуратно обрезали здесь раньше были розы разного цвета белые желтые розовые красные даже одинокие подсохшие цветы до сих пор стоят с этой стороны еще не все обрезали ну в общем суть в том что пока их не обрезали розовые розы стояли тут вплоть до начала декабря ну потом пришли работники и аккуратно все постригли к сожалению так как розы смотреть было еще приятнее чем просто так после обеда сюда прийти когда здесь все было розовое розовое было намного приятнее надеюсь что розы здесь будут в следующем году вот такие вот симпатичные аллейки вообще когда есть листья здесь очень уютно тенисто солнце не печет можно спокойно посидеть пообедать на свежем воздухе книжку почитать отдохнуть от работы чем я собственно говоря и занимаюсь практически каждое дерево и каждый кустик имеют табличку с объяснением что это такое в частности вот это арболь де амор дерево любви не знаю почему к сожалению сейчас она явно не выглядит как дерево любви будем надеяться что весной снова будет полно любви ну да точно так же в общем то выглядит большинство кустов и деревьев к сожалению листья уже опали но ничего страшного весной обязательно будут новые листья также внизу на территории парка есть небольшая детская площадочка детский городок деревянный в общем такое замечательное место для отдыха посреди офисов среди каменных джунглей вот такой вот замечательный парк где провожу свое послеобеденное время отдыхают работы но сейчас пора возвращаться обратно на рабочее место спасибо всем за внимание удачи пока